в конце я попал пригласили позвучать у меня мои однокурсники Андрей Бархударов и Жанка, они озвучивали, в то время попали, видимо, на этой волне, они озвучивали Аладдина, вот он Аладдина озвучивал, а она вот принцессу, и потом у них так пошло, они сейчас очень известные дубляжные вот эти актеры, а я как бы так, это не основная моя профессия, когда приглашают, я, мне это интересно, я озвучиваю, вот, помню фильм Мавери. Как тебя зовут? Джон. Джон и фамилия есть? Джон Хардинг. А чем ты занимаешься? Я стрелок. С Мелом Гибсоном. И потом с Мелом Гибсоном уже, кстати, был вот этот вот Мэд Макс 2. Видели? Никому отсюда не убежать. Хюмангу справит. Вот одни из первых моих озвучек таких. Ну, Китопоиск показывает то, что вы еще и первую часть какую-то роль там озвучили. Ну, это, да, в первую, это было, самая первая была первая, но там совсем было, ну, и в каждой. Мне больше вторая запомнилась, мне она как-то ранее, я ее первую увидел вообще, и в первой, конечно, да, и в третьей, по-моему, даже что-то так позвучало. Вот. Просто Китопоиск некоторые вещи даже не показывает, а некоторые показывают. Ну, вот, расскажите, вот, что показывает Китопоиск? Вы очень много озвучили, озвучивали мультфильмы, особенно вот «Покемоны». «Покемоны» я озвучивал, я озвучивал «Бэтмена», я помню, озвучивал еще, это были такие, на видеокассетах выходили. Ой, я там много озвучивал, да. Компьютер, поиск Джоли Джека. Конфетная фабрика. В его стиле. Уэйн, я кое-что нашел. Попросите Гордон послать своих людей по этому адресу, я иду. «Разве ты не мерзкий, Болту? Сбежал, и я не успел позабавиться. Торопыга!» Тебя случайно зовут не Молли? О, верно, я Молли Хейл. О, Брок, для дочери профессора Хейла она слишком взрослая. Не забывай, профессор Оук сказал, что это только мир грез Молли. И Пикачу я развел свое время. В том еще, на видео-формате. Ну, а такой момент. Ну, как показывает статистика, вас больше зовут озвучивать мой фильм. Вы же там еще и Рататуре озвучивали вот это вот. Да, брата толстого. Главное, все время поворачивать. Плавно-плавно, чтобы все прокоптилось. Кажется, дождь собирается. Эй, Рими, может, не стоит стоять так близко к этому... Как вам... Ну, то есть, есть ряд артистов, которые говорят, вот, интересно озвучивать именно актеров, а кто-то, наоборот, говорит, что вот мультяшки, это прикольно, потому что не знают, что они вытворять будут. Да, мультяшки интересные. Я он озвучил в фильме «Спейс Джем» вот этот с Джорданом, который я там тоже озвучивал. Стэн. Это ты мне? Иди на центр. Будешь держать этого здоровяка. Держать, держать. Я прилипну к нему, Я прилипну, как дешевый костюм. Я был при нем, как тень. Что тебе провалить? Я озвучивал мультяшных как раз мышек там. Я озвучивал в этом «Фраспутине», я озвучивал его вот. Да-да-да, я просто тоже он провалил. Да, я уволю, слушай, так оказывается, много мультиков озвучивал. Анастасия, ты заблуждаешься, дружище. Анастасии нет, и Романовых больше нет. Все они мертвы. Да-да-да. Вот «Ротатуй» это. Кстати, «Ротатуй» была признана лучшей озвучкой зарубежной, наша, российская, этого мультфильма в мире. Нам дали даже в грамоте такие, «Я его в кафе забыл». Очень иронично так звучит, то, что мультфильм про ресторан. Ну да, у вас там такой звездный состав и «Зайцев», и «Назаров». Да-да-да, там и «Гармаш». Там такой состав был прекрасный. Ну вот расскажите, это скорее будет для женской аудитории моего поколения интересного. Как раз про мультфильм «Анастасия» вы озвучили вот эту летучую мышь Бартака. Бартака, да. Вот, но сейчас небольшой комментарий, но иронично не то, какого вы персонажа озвучивали, а кто вообще собственно озвучил в американской версии этого персонажа. Вот, его озвучил Хэн Казарри, а Хэн Казарри он практически всех «Симпсонов» в оригинале озвучил. То есть он такой, как бы почти клюквин американский. Ну, прикольно. Ну, это в таком... Почему вас берут на вторые планы? Или вы особо не горите озвучивать? Да я, вы знаете, я вот такой человек, меня приглашают куда, я туда и иду. Я сам как-то особо не... не суючусь, скажем так, и что-то искать. Но я больше сам, по моей внешности, более комедийный персонаж, более мультяшный какой-то. Поэтому, видимо, и я вот сейчас озвучил в этом «Аркейн» мультик, который на Нетфликсе прошел. Такой, там вот есть Геймер Дингер, такой персонаж, маленький такой с усами, драконовед главный, который в совет его изгнали. Заключение. Интересная практика. Ограничить наше тело, но не трогать разум. Забавнейший парадокс. Но я сначала озвучивал игру. Меня пригласили озвучить игру. Вот это была игра про этих драконов. Я озвучил, его озвучил, а потом я и мультик озвучил. То есть, роль ко мне прилипла. Я так понимаю, это больше по контракту. То есть, видимо, они... Они отправляли туда голос, конечно, все промы делали. Ну и так. На ваш взгляд, вам игры интересно озвучивать? То есть, я понимаю, что это не какие-то большие монологии. Я озвучивал и этот. Гарри Поттера. Вот там, игру. Тут и все с патроном, помню, тоже какую-то игру озвучивал. Да, вот. На ваш взгляд, вот, кого интересно больше озвучить? Мультяшек? Мультяшек. 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 Потому что в игре там просто тебе дают фразы какие-то. Там нет сюжета. Ты просто говоришь, что... И вот это, который... А вот уже в мультфильме там есть сюжет, есть погружение в персонажа. Уже это интересно, как он что-то. А там немножко все-таки игра, она более механическая, что ли. А здесь более творческая. Ну, вы сказали, что у вас давалось и область комедийная, и в принципе роль все-таки комедийная, но вот фильм Пила, ну, одна из частей. Как это вообще? Не знаю, как получилось. Не знаю. То есть просто, как обычно бывает, кто свободен из артистов. Видимо, да. Видимо, так получилось. Почему? Ну, потом, вы знаете, голос все-таки он разный бывает. И когда внешность не видишь, зрители же не знают в этих, когда озвучиваешь, кто это. Поэтому, ну, в основном, более комедийные все-таки меня приглашают. Редко, но такие серьезные. А на ваш взгляд, что сейчас происходит с современным русским языком? С русским языком? Да. Да, беда, мне кажется, происходит, потому что сейчас, не знаю, то ли это связано с образованием, слабым очень, которое, русский язык преподают, мне кажется, очень довольны. Сейчас еще дети перестали читать в большинстве своем. Они больше смотрят компьютер. И опять-таки, эти же игры, которые мы живем. А там набор бедноватый слов. Они многих слов и не знают даже, что это означает. И разговаривают очень, ну, некоторые дети хорошо разговаривают, но большинство не знаю, от чего это. И потом, сейчас в основном, ведь даже, ну, до последнего времени и по телевизору, и в кинотеатрах, в основном, тут американские фильмы. Больше ассоциаций. Появилось очень много слов заимствованных, не русских. Потому что, ну, как бы, ну, все-таки это иностранные фильмы, так чуть-чуть вставить в такое англицизм какой-нибудь, а русское слово как-то, не знаю. По своей точки зрения, это неправильно, но я тут нечего. Я пытаюсь в своем, так сказать, что в моих силах. Интернет, предзавершающий вопрос. Ну, так сказать, что у вас комедийное амплуа, вот кого бы вы хотели из известных американских, ну, просто из известных зарубежных артистов вот, озвучить? Может быть, Билл, Билл, может быть, Билл, да, вот он прикольный, дитсовка какой-нибудь. Он, вероятно, он хороший. Вот. Да, мне нравится. И тогда завершающий вопрос. Расскажите, как вы относитесь к современным актерам дубляжа, ну, которые в основном исходят из тех же самых, из блогеров, из молодых ребят, которые это делают на энтузиазме, у которых, может быть, не сразу все получается, но с опытом среди, известность. Терпение и труд все перетрут, все достигается упражнениями, как у нас говорят, и некоторые ребята прекрасно делают, которые сами этим занимаются. Главное это любить, вот кто любит это дело, то его обязательно получится, мне так кажется. Для нас это работа, для него это жизнь. вот когда, я не знаю, рататур, вот я вспоминаю всегда, настолько мультик замечательный, и сам сюжет замечательный, и образ такой интересный, этого Эмиля был, и мне очень было интересно, и может быть, поэтому, и всем было интересно, и поэтому, может быть, и получилась такая озвучка классная. Потом даже после этого фильма записали дополнительный был такой мультик «Твой друг, крыса», такой специальный сняли, и я тоже с моего Эмиля там песенка была, мы ее тоже пели, там, интересно. Спасибо, Игорь, большое. Не за что.